Люблю я музыкальных людей, правда, на гитаре, когда парень играет, так романтично. Гитара считается одним из самых сексуальных инструментов, как и рояль, кстати. Я с этим не согласна. Мне кажется, самый сексуальный инструмент — это губная гармошка. Понимаете? Ну, да! Когда он такой... Слушай, Артём, почему мы до сих пор сидим на лавочке? Я же могу лечь. Я ходила на свидание недавно. Открываю чат в день свидания с этим молодым человеком. Там от него всего два сообщения. Первое — удалено. Во втором только одно слово — клубни. Я думаю, в какую гастрономическую игру ты втягиваешь меня, хитрец? Знаете, я недавно узнала, что, оказывается, в Москве есть очень много мероприятий для таких одиноких людей, как я. Меня тут подруга затащила на спиддейтинг. Знаете, что это такое? Ну, это такие быстрые свидания. Когда сидишь за столом, а к тебе каждые пять минут подсаживается новый мужчина. Вход тогда стоил тысячу рублей. За тысячу рублей я познакомился с двадцатью мужчинами. То есть, как бы, мужчина по пятьдесят рублей. И знаете, они как бы того стоили. Серьезно. Там не было ни одного, за которого хотелось бы дать семьдесят. Я не хочу никого обидеть, но просто ходят, знаете, не самые уверенные все мощные мужики. Ко мне первый подсел, что-то потел, там, бледнел, краснел, там, собрал с мыслями и сказал, Юля, скажите, а как вы оцениваете политическую ситуацию на Украине? Я думаю, боже, какая прелесть. Я первой жизни так близко вижу девственника. Просто недавно ходила на свидание, но все сразу ясно. Потому что я пришла, он мне говорит, заказывай, что хочешь. Бабике не проблема, бери хоть в капучино. Не, ну такой, знаете, конкретный парень. Сразу стал мне показывать, что с ним бояться нечего. Я думаю, ну понятно, у человека кольцо спаси и сохрани, да? Вдруг мы будем идти по темному переулку, а из-за угла на нас нападут бесы, да? В общем, да, не всегда есть о чем поговорить. Мужикам проще в этом плане, да? У них, когда заканчиваются темы для разговоров, он тебе просто еще раз по кругу все свои истории рассказывает. Ну, я некоторые уже раз 20 слышала. Я думаю, может, он мне их так часто рассказывает, потому что я их должна выучить. Может, будет какой-то экзамен? Типа, билет номер 3. Про жопу, мангалы, почему я на пляже всегда в шортах. Ну, он мне уже рассказал даже те истории опасные, в которых другие бабы замешаны. Знаете, вот эти, где через каждое слово надо говорить, ну это было очень давно. Очень давно. Вот Лжедмитрий, Смута и мои последние отношения. Один период. Открою учебник по истории, там я нарисован, грустный, потому что еще не встретил тебя. Я люблю, когда парни, правда, приглашают, потому что вы же еще убираетесь для нас в квартирах. Это так мило всегда. Вы знаете, когда приходишь к нему, видно, что срач до этого был, что вот он наспех убрался, но специально для тебя. Вы знаете, когда немножко пахнет доместасом, но больше от него. Думаешь, ну хотя бы помылся, молодец, это приятно. Прав, я какая-то, знаете, слишком порядочная, что ли. Недавно была на вечеринке, задружила там с мальчиком одним, поехали к нему, поднялись к нему в квартиру. Я думаю, блин, так нельзя, он будет думать, что я шалава. Короче, я извинилась и уехала. И он стал думать, что я больная наглая. Я вам так сказала, лучше уж быть шалавой, чем больной наглой. Просто если у шалавы еще есть шанс на второе свидание, то у больной наглого нет. Просто ни один парень не будет сидеть в пятницу вечером, листать записанную книжку и говорить, о, а вызвани какую-то больную наглую. Она приедет и, извините, уедет. Все равно еще два часа шалавы ждать, хоть какое-то развлечение. Вообще кажется, что вот все бабы, они вот бесстрашнее, чем мужики. И у меня знакомая, недавно собралась на свиданку, ну там он ее пригласил к себе на работу, как бы все нормально, но в шиномонтажку. И я ей говорю, слушай, ну блин, куда ты прешься? Она мне говорит, да, он меня просто проверяет, ведусь я на бабки или нет. Я говорю, слушай, а тебя не смутило то, что он тебе по дороге четыре стардельки попросил купить, да? Хотя, знаете, я так критикую, а иногда сама себя веду с мужчинами так, что прям он хочет меня ударить, я знаю. Я прям умею поставить мужика в тупик. Недавно была в клубе, познакомилась с парнем. Что, мы там танцевали, выпивали, целовались, поехали к нему. И что, я пошла в душ, там намочила голову, не знаю. И думаю, блин, так же нельзя, что я делала? Короче, я вышла и ему сказала, прости, Андрей, мне надо уехать. И уехала. Там, наверное, парень сошел с ума, я думаю. Он, наверное, потом всю ночь встал в душ и думал, а что не так? Вода есть, шампунь есть, смыл. И главное, он мне даже ничего не может предъявить. Потому что он мне в клубе сказал, поехали ко мне, выпьем кофе. Мы приехали к нему, выпили кофе, я помылась и уехала. То есть, по факту, я сделала даже больше, чем обещала. Типа, ну что ж, мы планируем просто выпить кофе, но ты мне понравился, поэтому я еще и помоюсь. И пригласил на свидание, в ресторан, покушали там, все нормально, приносят счет. Он мне говорит, ну что, 50 на 50? Я к тому, что, ну вот если это победа феминизма, мы шли не в ту сторону. Вот я хочу обратно в старый добрый сексизм, мне бы надо было пожрать на халяву, да? Пусть меня бьют, но кормят, вот пожалуйста. И я понимаю, это все пришло из Европы. Там, если мужчина, значит, предлагает заплатить за женщину, может ее оскорбить. Но я росла не в Европе, я выросла в Воронеже. У нас здесь, если в конце вечера мужчина не хочет за тебя заплатить, это провал, понимаете? Это вот ты весь вечер с укропом вот здесь сидела. А тут я два часа, как мне себя изображала леди. И он мне 50 на 50, я говорю, ну ты тварь. Все, расплатились, выходим из ресторана, он поймал такси, говорит, к тебе и ко мне. Я говорю, 50 на 50, говорю. Ты, говорю, к себе, я к себе. У тебя своя пися, у меня своя. Говорю, поровну все. В конце подошел один, подарил розу. Говорит, Андрей, 20 лет. Я говорю, очень приятно, Юль, 31. Он говорит, ого. Такой помялся, говорит, слушай, а можешь розу отдать? Просто она у меня одна. А с тобой как бы сама понимаешь. Я говорю, понимаете. И главный плюс, что там всех мужиков проверяют. То есть ты точно можешь быть уверена, что они неженаты. Просто у меня какая-то такая полоса в жизни черная, что стали им приставать только женатые мужики. Естественно, они это скрывают, но все на чем-нибудь прокалываются. Недавно он пригласил в кино парень. Такой симпатичный, веселый, без кольца. Чуть погуляли, отлично время провели. Он говорит, давай я тебя домой отвезу. Я говорю, давай. Сели к нему в машину. Я говорю, ты точно неженат? Он говорит, нет. Я говорю, детей у тебя нет. Нет, нет, что ты взяла? Я говорю, ну просто у тебя на заднем сиденье детское кресло. Мужчина тоже как что-нибудь ляпнет. У меня как-то было свидание. Я там на себя пролила сок, и мне молодой человек сказал, ха-ха, то сам текло, в рот не попало. Я говорю, слушай, вообще-то у меня нет усов. Он говорит, нет, ну так вроде нет, но если вот очень близко, под определенным углом присмотреться, то можно заметить, что есть. Я говорю, м-м-м, ситуация прям как с твоим членом, да? Больше всего еще поражает то, что есть мужики, которые потом ходят и жалуются. Типа, я ее там на ужин сводил, деньги там дал за нее, а она даже не дала. Так я и не наелась, братан. Ну, какие вопросы? Так, мужики, не надо сейчас это воспринимать как руководство к действию, то придете сегодня к девушке, такие, вот, две палки докторских и одна моя. Это не сработает. Она тебе скажет, бери свои три палки, две надевай как лыжи, одной отталкивайся и шуруй отсюда. И это будет нормальной отмазкой, нормальной. Потому что я не понимаю девушек, которые говорят, я ему не дала, потому что плохо просил. Я думаю, слушайте, по-моему, переспать с человеком, который тебя умоляет, это еще хуже. Как он тебя упрашивать должен? Наташа, у меня мамка болеет. Нас отец бросил. Снимай трусы, я сирота. Какая там связь?